здравствуйте дорогие подводные охотники сегодня мы постараемся сделать обзор ласт разной длины разных фирм и вообще вкратце попробуем пробежаться по этой теме итак начнем обзор с ласт турист со знаменитых вернее ласт турист потому что в этих ластах отплавало множество народа наши деды плавали в этих ластах дети взрослые все все те кто сталкивался с водной средой использовали активно эти ласты и они служили им на протяжении долгих лет многие охотятся до сих пор в этих ластах это сделано в ссср они качественные небольшие коротенькие их удобно кинуть в сумку и взять с собой на море просто поплавать в них бассейне можно использовать в общем такие универсальные ласты особенный плюс этих ласт то что здесь калоша регулируемая вот этим ремешком то есть можно подстроить под любой размер ноги но не под любой но практически под любой потому что есть конечно большие размеры но сюда конечно не влезет будет неудобно значит что еще могу сказать эти ласты очень удобно использовать для охоты в камышах то есть они короткие не будет цепляться и они резиновые тихо не будут греметь а камыши вот это вот их не плюс как бы я охотился в них камышах и было очень комфортно многие даже специально берут длинные ласты снимают и одевают именно вот эти туристы или акванафты что также делались в ссср и ну правда в акванафтах там уже идет нерегулируемая калоша как здесь идет цельная калоша но это уже нюансы максимально нырял я в таких ласта где-то на глубину до 7 метров заработчиками больше уже немножко идет некомфортно они все-таки коротенькие так вроде все переходим к следующим ластам одни из первых ласт которые были куплены мною для подводной охоты это были именно вот эти вот ласты бс дивер почему я остановился на них и сделал выбор именно этих ласт потому что ценовая политика была в районе 60 долларов на тот момент я не мог раскошелиться и купить ласты за 140 долларов поэтому я сделал выбор именно вот таких ласт и ни капли не пожалел они полностью отработали свои деньги продавать я также их не захотел они остались у меня до сих пор хотя у меня есть другие более лучшие ласты что я могу сказать по поводу этих ласт они длиннее чем туристы это уже идет ласта с закрытой галошей охотничий вариант тоже мягенькие резиновые такие надежные в них также удобно нырять как и зарапанами такие охотиться в камыше такие ласты я проплавал в них несколько лет и ни о чем не жалел отличные ласты на мой взгляд они недорогие и поэтому если вы хотите стартовать и не знаете на чем остановить свой выбор я бы рекомендовал именно такие вот ласты перейдем к следующим ластам следующие ласты которые я купил себе это были омер стингрей ценовая политика этих ласт примерно от 140 долларов длина ласт 90 сантиметров длина калоши 30 сантиметров вот я имею ввиду до этих пор они уже идут со сменными лопастями то есть вот эту пластмассовую лопасть можно снять и заменить на карбоновую лопасть или на стекло это уже у кого как позволит кошелек примерно карбоновая лопасть в районе 200 долларов стоит стекло подешевле в районе 150 долларов пока месте я плаваю в пластмассе так как я еще окончательный выбор не сделал какие лопасти я сюда буду вставлять я уже примерно знаю но об этом мы поговорим в дальнейшем здесь также идет закрытая пятка мягенькая калоша надежная в них я проплавал тоже несколько лет причем плавал чуть ли не каждый день они все по потертые об камни ласты рабочие я их не жалел использовал по полной программе плавал часами в них мог плыть 3-4 километра проплывать в одну сторону и возвращаться потом через какое-то определенное время в другую сторону у них ноги поначалу уставали но потом привыкли и могу много часов в них плавать также становился я на носочки в них они вот так сгинаются но мой вес они выдерживают лопасть не треснула в отличие от бс-дивер мой товарищ вот так вот стал как я на носочек на носочки хотел подышать отдышаться и они просто лопнули напополам с этими лопастями такого у меня по крайней мере не было для сравнения могу показать вам вот как насколько короче туристы с тенгреев почти в два раза почти в два раза короче для наглядности так что о моей покупке я не пожалел ни на копейку и рекомендую хотя многие жалуются что здесь твердые усы что зимой они твердеют и так далее и так далее но я охотился при температуре 3 градуса 4 нырял на десяточку в них примерно и спокойно охотился меня они не напрягали они мне удовлетворяют полностью ну все дорогие друзья следите за нашими программами увидимся удачи